Диктатор Доминиканской Республики Рафаэль Трухильо находился у власти более 30 лет. Как свидетельствует пережившее это время, оно было кошмарным. Официально доминиканского пиночета называли Эль Джеффе, то есть главный. А вот в народе его именовали не иначе, как Эль Чиво, что значит козел. Рафаэль Трухильо, наверное, самый кровавый из латиноамериканских диктаторов. Тем не менее, у него есть горячие защитники, которые считают, что он дал Доминикане стабильность и процветание. Буквально вытащил страну из экономической пропасти. Это действительно так, вытащил, но цена, которую пришлось за это заплатить народу Доминиканы, была невероятно велика. 24 октября 1891 года в семье лавочника Хосе Трухильо Вальдеса и Альтаграссии Хулии Малины Шевалье из городка Сан-Крестобель родился третий по счету ребенок, которому дали имя Рафаэль Леонидас. Семья будущего диктатора была бедной и многодетной. О хорошем образовании Рафаэлю можно было даже не мечтать. Он едва смог получить начальное образование. В основном его обучением занималась улица. Он еще в детстве научился драться и воровать. В 16 лет, едва устроившись работой телеграфистом, Трухильо вступил в местную молодежную банду с названием 42. Банда промышляла мелким разбоем и конократством. Кражи были хорошим подспорьем к заработку Рафаэля. Он то и дело сидел без работы. И как незабавно, именно членство банди научило молодого Трухилья методом управления людьми. Хотя он так бы и оставался обычным бандитом, если бы в 1916 году в Доминикану не вошли американские войска. Страна не могла платить по долгам. И США ввели внешнее управление и занялись полной реорганизацией армии и правоохранительных органов. Рафаэль Леонидес вступил в национальную гвардию и за 9 лет сделал головокружительную карьеру. От лейтенанта до генерала. Хорошие солдаты как никогда были нужны Доминикане. Страну охватили бунты и восстания. И гвардейцы, обученные американскими десантниками, исправно сдерживали народный гнев. Американцы смотрели на жителей страны с истинно колониальным превосходством. Трухилья быстро перенял повадки колонизаторов и со своим народом обращался без всякой жалости. Этим он заслужил внимание и одобрение оккупационных властей. Если в банде он научился успешно красть, то в армии успешно убивать. Быстрое продвижение по службе было ему обеспечено. Вскоре он дослужился до главнокомандующего армии. Путь к высшей власти был открыт. Следовало только организовать отъем высшей власти у президента Арасио Васкеса. А режимом президента многие в стране были недовольны. В 1930 году началась целая волна восстаний. И Трухилья решил использовать это для собственного возвышения. Он заключил союз с людьером повстанцев Рафаэлем Эстрелой Уреной. Последний собирался захватить столицу Доминикана Санто-Доминго. И Трухилья дал ему слово, что его солдаты не покинут казарм. Слово он сдержал. Хотя президент отдал приказ разгромить мятежников, Трухилья сдал город без боя. Президента свергли. К власти пришел Эстрелло. И тут же назначил Трухилья главой армии и полиции. Через два с половиной месяца прошли новые президентские выборы, на которых Трухилья победил с фантастическим результатом. За него проголосовало 99% избирателей. Эти выборы проходили под неусыпным контролем полиции и военных. И удивительно, что нашелся целый процент тех, кто осмелился проголосовать против Рафаэля Леонидоса. Трухилья сразу показал своему народу, как будет строиться жизнь и обеспечиваться порядок. В день инаугурации банда 42 и ее лидер Мигель Анхель Паулина торжественно проехали по улицам столицы в красном Паккарде, который люди шепотом называли «красной машиной смерти». Еще не успев вступить в должность, Трухилья приказал тайно умертвить наиболее несговорчивых противников. Через год после инаугурации народ неожиданно узнал, что в стране теперь существует только одна правильная партия, и все граждане должны в нее вступить. Человек без пальмиты, членского билета, стал считаться врагом государства. Его могли арестовать и бросить в тюрьму безо всяких объяснений. Поголовное членство давало также немалую выгоду казне. Партийцы отчисляли 10% от своих доходов в пользу государства. Эти деньги шли на содержание армии и полиции. Трухилья сделал жалование этим категориям граждан необычно высоким. В целом, он был убежден, что управлять страной можно только твердой рукой и делая упор на трех направлениях. Умелой дипломатией с другими странами, жесткой внутренней политики и развитие экономики. Лавировать и вести переговоры он умел. Правление Трухилья началось со страшного урагана, обрушившегося на Доминикана в середине 1930 года. Ураган был такой силы, что в Санто-Доминго погибло более 3000 человек. А сама столица превратилась в развалины. Новый хозяин страны использовал этот катаклизм для полной реконструкции города. Деньги на восстановление столицы дал Трухилья американский Красный Крест. Буквально за год Санто-Доминго был полностью перестроен. Так же, как Санто-Доминго Рафаэль поступил и со всей Доминиканой. Только ураганом теперь был он сам. Трухилья официально занимал пост президента с 1930 по 1938 год и с 1942 по 1952 год. На самом деле он был диктатором вплоть до своей смерти в 1961 году. А роль президента между официальными сроками играли послушные ставленники или же члены его семьи. Ни на минуту он не выпустил власти из своих рук. Ему удалось вполне успешно избавиться от контроля со стороны американцев. Те были вынуждены подписать с ним так называемый договор ХАЛ Трухилья. Переговоры велись четыре года с 1936 по 1940, но американцы отдали таможенные сборы на усмотрение диктатора. И Трухилья избавился от внешнего долга в рекордные сроки. Тогда началась Вторая мировая война. Он сразу же примкнул к антифашистской коалиции стран. А еще до этого в 1938 году разрешил иммиграцию европейских евреев в Доминикану. Даже выделил для беженцев земельные участки. Тогда же он разрешил иммиграцию японцев и испанцев. Единственными мигрантами, которых он не желал видеть в Доминикане, были чернокожие гаитяне. В 1937 году по его приказу уничтожили не то 20 тысяч, не то 30 тысяч сезонных рабочих гаитян в приграничной Доминикане. Диктатор Трухилья мгновенно стал самым богатым человеком в стране. Страну он считал личным владением. И хотя любил дарить своим близким дома, заводы, земли, но управлял своими владениями, он рачительно. Хотя таким средоточием власти в одних руках многие были недовольны, однако недовольные тут же оказывались в тюрьме или исчезали. Понятно, что его боялись. И давали все, что он желал. Трухилья обожал награды. И он имел их неимоверное количество. Дети в Доминикане даже играли в игру под названием «крышечки». То есть вешали друг другу на грудь медальки из бутылочных крышек. Трухилья обожал звания, и он их получал. Кроме вполне реальных званий генералиссимуса и адмирала, он имел множество титулов вроде «благодетеля отечества», «освободителя нации», «восстановителя независимости». Доходило до смешного, полуграмотный, он имел титулы первого студента, первого врача, первого доктора наук, покровителя изящных искусств. А его жена, одна из четырех, Мария Мартинес, тоже женщина необразованная, писателя и философа. При нем Санта-Доминго переименовали в Сьюдат Трухильо, а гора Монте-Тино, ныне Пик-Дуарте, стала Пиком Трухильо. Его похотливость, породившая прозвище, была бы смешна, если бы через постель диктатора не проходили насильно приведенные к нему женщины. Его желание пугать подчиненных тоже было бы занятным, если бы потом многие из них не погибали или не сходили с ума. Доминикана маленькая страна, но за время правления Трухилья там погибло более 50 тысяч человек. Правда, и самому диктатору не удалось умереть в собственной постели. К концу его правления, когда диктаторские режимы начали лопаться по всей Латинской Америке, произошел заговор Семерых. 30 мая 1961 года машину диктатора подкараулили на дороге вблизи столицы, в результате чего Трухилья убили. Приемники диктатора ответили на это убийство массовыми казнями, но вскоре сородичам Трухилья пришлось покинуть Доминикану. Обустроились они в Париже, а прах Трухилья перевезли через океан и захоронили на кладбище Пер-Ла-Шес. Статья подготовлена Михаилом Ромашко в журнале «Загадки. История». Не забудьте подписаться в правом верхнем углу на канал.